Бизнесом я резко закончил с борьбой, с распадом Советского Союза, обморошившись в последний чемпионат Советского Союза в истории, в Кишине он проходил. Ну и я сказал, что все, я закончил. И ушел. Вся страна переходила на рельсы конверсии. И вот была создана такая компания, как CNC, то есть конверсия и инкоммерция. Под патронажем был герой соцтруда Владимир Иванович Гутов, который выдвигал идеи, где и что, и как производить. Начинались с элементарного, то есть покрытие ложек, то, что словно рельсы, скажем, бизнеса, не бизнеса, а обороны, в промышленности, на этих булатах, где покрывались части ракет, мы стали покрывать столовые приборы, которые выглядели как золотые. Потом далее развили производство, стали покрывать листы. Ну и вот компанию, которую мы создали с моим партнером, в принципе, она в то время, с ложек мы пересели на нержавеющую сталь листы, и как раз восстанавливался храм Христа Спасителя в Москве. Вот, каким образом мы имеем непосредственно, ну, не то, что непосредственно, но какую-то часть вложения в восстановление храма Христа Спасителя. В принципе, спорта нельзя закончить, и в нем остаюсь я на всю жизнь. Я начал со спортом во втором классе, начинал вообще далеко от борьбы видом спорта, то есть коньки. Умудрился по юношам выиграть соревнования еще в Челябинской области. Потом баскетбол, потом водное поло, еще и мотокросс. В борьбу я пришел уже в 16 лет, было почти. Может, оно к лучшему, что не наборолся. Поэтому проборолся чуть подольше, чем мои сверстники. Ну, а в переходный период, когда вот кризис того, 90-х закончился, было и транспортное, вот пошло маршрутное такси. То есть, и занимались этим тоже, оказывали услуги населению. Если помните, там были и рэкеты, и так далее. Ну, мы жили как, нам чужого не надо, но свое мы тоже не отдадим. Тоже многое было на доверии, многое было на отношениях таких. И не всегда деньги решали в бизнесе. Из крупных бизнесменов Михаил Анатольевич Черкасов. Это вот и строительство, и заводы, и производство, и строительных материалов. И были и механические заводы. То есть, очень хорошо и плотно стоит на ногах. Гавриет Булатович Тарлуханов был министром спорта. Сейчас у него как сельскохозяйственный бизнес, так и продуктовый, плюс месторождение. В данный момент, являясь представителем инженерного бюро Франкин Интернешнл на территории Челябинской, Челябинской области, ну и, скажем так, даже, можно сказать, Восточной Сибири, где инспектируем весь металл, вернее, лист, который приходит на ЧТПЗ. Не весь, а то, что заказано там Газпромом, Роснефтью, для производства вот Южного потока, Северного потока. В районе наших городов, которые работают на оборонку, создана территория опережающегося развития. И нам есть с чем прийти. В свое время мы в Озерске начинали выпускать трубу армированного полиэтиленового. Сейчас пришел из Трехгорного Михаил Иванович Пахлебаев в Озерск. Ну, человек передовых взглядов, скажем так, не только в ядерной промышленности. Может, к лету я приглашу, что в Озерске показать производство. Опыт, опыт, который сейчас имеешь. Конечно, многие бы, не многие, удержать надо было. Что-то, какие-то непосредственные ляпы не сделать, чтобы бизнес, который был, удержать его надо было. Потому что казалось, что тогда было пространство очень большое для бизнеса. Сейчас оно очень сузилось.